В этом году глава города Виталий Веркиенко распорядился особое внимание уделить вопросам безопасности детей. На подготовку школ и детских садов к учебному процессу в этом году было выделено без малого полмиллиарда рублей. Это вдвое больше ежегодной суммы, ведь безопасность детей – задача номер один. Наша главная задача – обеспечить безопасность нашим детям. Именно поэтому в первую очередь сэкономленные средства бюджета мы направили на оснащение школ и детских садов сигнализациями и другими противопожарными составляющими, сказал Виталий Веркиенко, глава города. Пожарная тревога. Всем сотрудникам покинуть здание. Меньше трех минут понадобилось воспитанникам детского сада номер 141, чтобы покинуть условно задымленное здание. И сотрудникам и детям удалось уложиться в заданный МЧС-норматив. На эвакуацию в случае пожара можно затратить не больше трех минут, ведь задымление очень опасно для легких малышей. Эвакуация подразумевает отработку определенных навыков, которые помогут сохранить жизнь и здоровье в случае возникновения такой серьезной опасной ситуации, как пожар. Если достаточно часто проводить подобные тренировки в игровой форме, Если постоянно рассказывать детям о правилах эвакуации, то можно избежать очень серьезных и страшных последствий. Поэтому подобные тренировки в саду проводят регулярно. В этой приняли участие 212 детей и 26 сотрудников. Система автоматической пожарной безопасности в этом саду, как во всех остальных, срабатывает на задымление и включает речевое оповещение. Внимание, начался пожар. Параллельно с этим на пульт пожарных поступает сигнал. Кроме автоматического оповещения, в саду номер 141 предусмотрены и другие меры безопасности. На стенах размещены схемы эвакуации и огнетушители. Установлен аварийный свет. Запасные выходы расположены прямо в группах. Двери свободны и проходы не загромождены. Ручки расположены так, что дети смогут до них дотянуться и открыть дверь. Дети, которые умеют правильно эвакуироваться, дети, которые умеют, скажем так, держать себя в руках, несмотря на свой юный возраст. И что немаловажно, я хочу сказать, что и педагогам такая эвакуация просто необходима. Ведь педагоги, любой взрослый человек поддается панике гораздо быстрее, чем ребенок. И вот наши педагоги, проходя, скажем так, экстремальный курс, умеют вести себя в подобной ситуации. Напомним, в этом году благодаря дополнительным средствам, выделенным из бюджета в 12 школах и 11 садах Владивостока, удалось установить автоматические пожарные сигнализации последнего поколения. Но важнее все же работа с самими детьми, поэтому педагоги организуют тренировочные эвакуации, семинары и многие другие мероприятия, чтобы научить своих воспитанников не паниковать, не прятаться в дыму, а точно знать, как вести себя в чрезвычайной ситуации. Дмитрий Беломеснов, Светлана Садовая, Новости на Восьмом.